Доброе утро! Нижневартовский государственный университет получил лицензию по специальностям среднего профессионального образования. И уже с нового учебного года вуз планирует принять первых студентов. У нас на прямой связи первый проректор, проректор по экономике и развитию Нижневартовского государственного университета Буркит Набадаевич Махутов. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Но расскажите, пожалуйста, для чего университету обучать студентов по программам среднего специального профессионального образования? Дело в том, что вот эту процедуру инициировал наш ректор Горбов Сергей Иванович. Это было примерно два года назад. И смысл заключается в том, и мое видение, даже наши преподаватели спрашивали, а зачем это надо? Специалисты спрашивали, зачем это надо? Вот такой же вопрос задавали. Мое объяснение простое. Мы являемся государственным университетом и выполняем государственную образовательную миссию. Смысл ее в том, что у нас в стране не хватает специалистов среднего звена. И вот в этом контексте мы решили, что в принципе реализовывать программу на быстром старте с профессию, реализовывать профессионалитет нам было бы очень интересно. Это актуально, востребовано. И вот аналитетическая работа, которая нами проведена с работодателями, с родителями, свидетельствует о том, что это востребовано на рынке у нас в регионе. Расскажите о направлениях для обучения, которые могут выбрать студенты. С точки зрения направлений. Вот у нас есть целый спектр порядка 27 специальностей направлений подготовки высшего образования. И чтобы сохранить эту преемственность, мы выбрали именно те направления, которые у нас реализуются по высшему образованию. Значит, это направления связаны с дизайном, с электроэнергетикой, с нефтегазовым делом, с IT обязательно, с дизайном. И таких направлений очень много, в целых 12. И они все входят в топ-50 тех направлений, которые правительство определяет с точки зрения того, что это актуально востребовано. Ну и соответственно, выбор пал на эти направления, потому что это актуально и востребовано действительно так и в нашем регионе и в России. Совершенно верно. Хорошо. А кто сможет обучаться-то? Вот кто эти люди? Кто сможет получать знания? Получать знания в нашем университете вот на первоначальном этапе могут выпускники 11 классов. Мы вот получили лицензию, а следующий этап это аккредитация. Вот на этапе лицензии мы можем обучать только выпускников 11 классов. Ну а преподавательский состав, это же тоже одна из основ. Кто будет преподавать? Дело в том, что у нас в процессе обучения в университете, помимо преподавателей, есть такая категория преподавателей, скажем так, которые работают у нас, которые являются работодателями. Мы их активно привлекаем. С этой точки зрения вот у нас есть условно 250 преподавателей в университете. Вот на сегодняшний день мы порядка 80 преподавателей проводим их аккредитацию с точки зрения того, в системе СПО, своя аккредитация, чтобы они могли получить высшую категорию по этим направлениям. Расскажите, когда будет объявлен набор, когда стартует обучение и вообще предусмотрены ли бюджетные места? Да, вот что по бюджетным? Да, вот это интересный вопрос. Пока у нас нет аккредитации бюджетных мест, но это регламент такой, бюджетных мест быть не может. Мы планируем через год запустить возможности бюджета с округа, возможности бюджета с Российской Федерации. Этот процесс идет. Но нужно для этого получить аккредитацию. С точки зрения того, что будут обучаться у нас студенты, выпускники школ 11 классов, то думаю, в принципе, нормальный подход. Через год они могут поступать к нам в университет. Ну а привилегии после завершения этого обучения при поступлении именно в ваш вуз будут? Они предусмотрены, опять же, четко регламентированной приемной комиссией. Но как бы то ни было, мы специально выбрали именно эти направления, чтобы была преемственность. И в рамках обучения по программам среднего профессионального образования наши студенты будут накапливать свое портфолио в рамках своих компетенций, в рамках своих специальностей. И вот портфолио – это одно из конкурентных преимуществ поступления именно к нам в университет. Ну что же, все, все в университет. Спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь. До свидания.